В чем разница между перманентной революцией Троцкого и постоянной революцией Мао Цзэдуна? О, вот это очень хороший вопрос. Смотри, перманентная революция Троцкого это революция вовне, то есть это экспорт революции в другие страны. То есть это как лесной пожар, который по всему лесу разгорается и всю территорию охватывает своим пламенем. То есть перманентная революция подразумевает всемирную экспансию революционных преобразований, то есть переброска революционного пожара из одной страны в другую. А постоянная революция Мао Цзэдуна, концепция постоянной революции Мао Цзэдуна, это внутренний процесс, который говорит о том, что происходит внутри самого общества. То есть не вовне, а внутри. Когда если кто-то внутри общества начинает выражать контрреволюционные тенденции какие-то буржуазные в попытке реставрации капитализма, то он будет в процессе постоянной революции уничтожаться. То есть речь идет о постоянной ротации кадров и о том, чтобы поддерживать внутри общества определенный уровень накала классовой борьбы, для того, чтобы не позволить врагам пролетариата, в теории, захватить власть и реставрировать капитализм. Как это выглядит на практике? На практике при позднем Мао Цзэдуне, когда возникла опасность того, что какие-то партийные лидеры на местах, какие-то бюрократы, чиновники, они могут саботировать действия Мао Цзэдуна. И вообще все это может привести в итоге к реставрации капитализма в том или ином виде. Мао Цзэдун через головы партийных чиновников и через голову официально существующей в китайском государстве и в партии иерархии, он обратился непосредственно к молодежи. То есть и к людям, отчужденным от каких-либо там постов управленческих и так далее. То есть он обратился к беднейшему крестьянству, к студенчеству, к молодежи, к дзофаням, условно говоря. И для того, чтобы они превратились в фон Вейбинов, красных стражей революции, и он выдвинул лозунг «Огонь по штабам». То есть для того, чтобы молодежь получила право инспекции партийных и государственных организаций, и в том случае, если эти самые организации не будут соответствовать вот этим критериям, необходимым для духа коммунистического общества. Чтобы это можно было все уничтожить, разгромить, а этих чиновников отстранить со всех постов, осудить, подвергнуть процессу критики самокритики и выслать в деревню куда-нибудь, в таком шутовском колпаке. Соответственно, молодежь, широкие слои, миллионы человек, они начали этим активно пользоваться и злоупотреблять. Так, собственно, проходила культурная революция, так называемая. Но в целом, вообще, концепт сам, это называется постоянная революция. То есть, по мнению маоизма, как ответвление марксистской теории, такие процессы, они должны происходить внутри социалистического общества, по всей дороге вплоть до коммунизма. То есть, постоянная революция внутри. И это вот должно спасти систему, да, такую вот, значит, социалистическую от какого-то перерождения и закостенения. В этом разница между концепцией перманентной революции Троцкого и постоянной революцией Мао Цзэдога. Продолжение следует...